В Мордовии вынесен приговор в отношении 23-летнего жителя поселка Елга, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. 5 апреля в дежурную часть отдела полиции номер 4 УМВД России по городскому округу Саранск поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов по проспекту 60-летия Октября тела 55-летнего мужчины. В ходе выезда на место происшествия сотрудники уголовного розыска установили, что телесные повреждения в собственной квартире ему были причинены жителям поселка Елга. В кратчайшие сроки молодой человек был задержан оперативниками в доме его знакомой. Установлено, что инцидент произошел 2 апреля в квартире потерпевшего, где он проживал совместно с 50-летней гражданской супругой. Как раз с ее сыном и случился роковой для мужчины конфликт. Застолье переросло в драку, молодой человек избил сожителя матери строительным молотком и ушел. Женщина осталась на месте раздора, а ее гражданский муж вскоре скончался от полученных травм. О случившемся спустя несколько дней женщина рассказала своей знакомой, которая сообщила о данном факте в полицию. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, а с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда окончательно ему назначено 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил. Уроженец Оренбургской области под предлогом ремонта похитил автомобиль и деньги у жителя Мордовии. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила 243 тысячи рублей, которые обвиняемый потратил на личные нужды. Как установлено в ходе предварительного следствия, осенью 2017 года обвиняемый нашел на сайте Авито объявление о продаже автомобиля Киа Церата стоимостью 200 тысяч рублей с механическими повреждениями после ДТП. Злоумышленник по номеру телефона связался с владельцем иномарки и предложил отремонтировать транспортные средства в течение одного месяца за 100 тысяч рублей, сообщив при этом недостоверный адрес автосервиса, в котором будет производиться ремонт. Потерпевший согласился. С целью придания правдивости намерений мужчина оформил договор на оказание работы, предоставив при этом свой паспорт, после чего владелец передал ему машину стоимостью 159 тысяч рублей, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также 50 тысяч рублей в качестве первоначальной оплаты. Спустя некоторое время злоумышленник позвонил жителю Мордовии и сообщил, что на ремонт требуется еще 30 тысяч рублей. При этом, к этому моменту он уже продал автомобиль неизвестным лицам. Потерпевший передал необходимую сумму. В последующем, под аналогичным предлогом, обвиняемый похитил у него еще 4 тысячи рублей. В Саранске бывший менеджер банка признана виновной в мошенничестве. Ранее судимая за совершение аналогичных преступлений женщина похитила со счета клиентки 750 тысяч рублей. Как установлено в ходе предварительного следствия, 37-летняя обвиняемая похитила денежные средства, находящиеся на вкладном счете, открытом на имя жительницы Саранска в октябре 2019 года. С целью предотвращения поступления потерпевшей уведомлений о движении денежных средств, женщина изменила указанный в данных клиента мобильный телефон на свой собственный. После этого она, пользуясь доверительными отношениями с коллегами, не ставя в известность их о своих преступных намерениях, убедила сформировать банковские ордера на перечислении и выдачу денежных средств со счета потерпевшей, ссылаясь на якобы имеющиеся между ними родственные связи. Таким образом, злоумышленница похитила 750 тысяч рублей, которые потратила на личные нужды. Свою вину в совершенном преступлении она не отрицала. По приговору суда ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в восправительной колонии общего режима. С учетом наличия малолетнего ребенка, исполнение наказания судом отсрочено до достижения им 14-летия. Стоит отметить, что в декабре 2020 года женщина осуждена за совершение аналогичных преступлений. Полицейские задержали жителей Рязанской области, подозреваемых в краже металлической ограды с территории кладбища в Мордовии. Уголовное дело возбуждено в отношении 20-летнего мужчины и его 27-летней родственницы. 8 июля дежурную часть полиции от Юревского района поступило сообщение о хищении с территории кладбища в селе Усть-Рахмановка металлических оград общей массой 2 тонны и бензопилы. Ущерб составил более 21 тысячи рублей. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемых. Мужчины и женщины были задержаны по месту их жительства в поселке Шилово Шиловского района. Фигуранты признались в содеянном. Следствием установлено, что 7 июля злоумышленники целенаправленно приехали на личном автомобиле «Газель» на кладбище указанного села, чтобы совершить хищение имущества. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, они похитили оставленный без присмотра электроинструмент, а также старые ограды, приготовленные смотрителем кладбища для сдачи в пункт приема металла. Как выяснилось, на вырученные деньги жители Усть-Рахмановки хотели привести территорию кладбища в порядок, но вместо этого секции отправились в соседнюю область, где их сдали в пункт приема металла за 10 тысяч рублей. Бензопилу же мужчины и женщины оставили в личное пользование. В настоящее время похищенное изъято, расследование продолжается. 14 июля на территории городского округа Саранск зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Видео с места аварии появилось в одном из саранских пабликов. По словам очевидцев, девушка подавала признаки жизни. В 8 часов 10 минут около дома номер 14 по улице Рабочая в поселке Луховка, городского округа Саранск, 23-летний водитель автомашины ВАЗ-2110 совершил наезд на 22-летнюю девушку, которая перебегала проезжую часть автодороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора. В результате данного ДТП девушка с множественными травмами была госпитализирована. Продолжение следует...